Благочинный храмов Одесской епархии, встречая высокого гостя, провел экскурсию по территории скита. Василий Князевич с интересом ознакомился с историей возникновения на живописном берегу лимана нового духовного оазиса. Главная задача руководителя правления Украинской Лиги содействия развитию палеотивной и хосписной помощи – ознакомиться с ходом реконструкции здания хосписа Покров. Как известно, церковь сегодня играет одну из самых важных ролей в социальном служении. И труды митрополита Гафангела по созиданию первого в Украине православного хосписа Покров, неустанная забота о тяжелобольных, сегодня известны всем. Василия Князевича особо удивило то, что такой большой объем работ был выполнен за столь короткие сроки. С великим задоволением, отведав храм, который у вас красиво высочее над этим лиманом. Но наиболее получил задоволение, что церковь взялась за социальный проект. И это надзвичайно важливо на сегодняшний день. То есть создается центр палеотивной помощи. Сегодня мы представили нашему руководителю Национальной ассоциации хосписной и палеотивной помощи, профессору Князевичу Василию Михайловичу, строящийся хоспис на 40 коек, которые по благословению нашего владыки Агафангела строятся в Одесской области. И мы сегодня с гордостью показали, что этот проект осуществляется очень высокими темпами. Мы очень признательны нашим коллегам из Киева, которые помогают нам изучать опыт хосписных отделений в целом по Украине и европейский опыт. Зроблено очень много, есть понимание проблемы, и через несколько лет, здесь может быть изображение для всей Украины, по развитию палеотивной помощи, по созданию таких центров и по месту церкви в этом проекту. Очень важно, духовная и физическая склада, она имеет большое значение. Поэтому мы сегодня обговорили тут разом с представником, который представляет нашу лігу в области, с Игором Шпаком, обговорили технологию, что еще нужно сделать, посмотреть, посмотреть, посмотреть на архитектуру этого заклада, ну, визначилось в направлениях, как нужно двигаться. И это большая хвала епархии, отцям, которые занимаются, владельцы, которые поддерживают этот проект, потому что он действительно будет иметь большое значение. Мы сейчас уже работаем не только над тем, как правильно реконструировать имеющееся здание, оборудовать его медицинской техникой, бытовыми предметами, как обеспечить питание, как обеспечить отопление и все другие жизни обеспечивающие функции, но и один из самых главных вопросов – это кадровый вопрос. Епархия очень активно занимается вопросом открытия факультета «Сестер Милосердия». Это будет первый проект в стране, и, мне кажется, он очень востребован сейчас. Вот такая огромная территория, дорога сделанная, уже проложенная, территория ограждена. Здание мы покупали, как говорят, без окон, без дверей, без крыши. Сегодня уже произведены фасадные работы, во-первых, укрепили фундамент, отмостки, в которой не было, совершенно новая крыша. Сюда подведены коммуникации, уже здесь заведена вода, свет, канализация и газовая труба, проложенная здесь. Очень важно, что епархия думает уже наперед о том, что одно помещение или же прекрасный парк, или прекрасные условия пребывания не решают вопрос без профессионально подготовленных кадров. И вот на сегодня уже решается вопрос о том, чтобы создать первый в Украине факультет на базе медицинского училища «Сестер Милосердия». И пока в условиях действующего законодательства это возможно только путем параллельно двух образований – специального среднего медицинского и духовного на базе семинарии епархии. Этот проект согласован не только с государственными чиновниками, но для нас важна непосредственно подпись нашего правящего архиерея владыки митрополита, вот Бог благословит на это доброе начинание. Вот такой проект по мощности, по планам, по совместному взаимодействию наших духовных наставников и медицинских работников, он впервые осуществляется в Украине. Поэтому, конечно бы, хотелось, чтобы к этому проекту присоединились меценаты, бизнесмены Одесской области и чтобы мы всем миром смогли достроить это жизненно необходимое медицинское учреждение для Одесского региона. На сегодняшний день это основной социальный проект Одесской епархии. И для того, чтобы успешно завершить хоспис европейского образца, мы все должны объединиться, ведь от такой страшной болезни, как рак, никто не застрахован. Это болезнь и богатых, и нищих. И церковь будет прилагать все усилия по созданию хосписа Покров на берегу Ходжибейского лимана в Свято-Покровском скиту.